Пушков прокомментировал озвученные в Европе условия возврата России в G8 Пушков прокомментировал озвученные в Европе условия возврата России в G8 6.37.22.2019 года РИА Новости Владимир Федоренко, сенатор Алексей Пушков РИА Новости, Владимир Федоренко, сенатор Алексей Пушков Архивное фото Москва, 22 АВК РИА Новости Сенатор Алексей Пушков прокомментировал выставление лидерами Франции Германии условий для возвращения России в G8, отметив неправомерность подобных требований. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7. По словам канцлера Германии Ангела Меркель, прогресс в реализации Минских соглашений способствовал бы созданию новых условий для возврата России в формат «Большой восьмерки». Вчера, 19.10 Рия Новости Лавров оценил перспективы возвращения к формату G8. Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению, написал Пушков в Twitter. По его словам, если страны «Большой семерки» хотят остаться в нынешнем составе, без России и Китая, то это их выбор. Но ей, G7, примечание редакторов, следует понять, выставление условий России плохая политика, заключил сенатор. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7. В 2020 году в США, как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите в Биорице. Американский лидер заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8. 022.49 Рия Новости Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8. По словам президента России Владимира Путина, Москва считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключил возобновление формата G8. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что тему участия страны в «Большой семерке» необходимо обсуждать в профессиональном формате. Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дело Украины и ввели санкции. Россия приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций. Вчера, 21.07 Рия Новости, что говорят о возвращении России в G8 в мире.